Приветствую, дорогие друзья, подписчики также, просто зрители канала. Сегодня вот немножко хотел рассказать о осциллографе S1-68. Простой осциллограф. Осциллограф предназначен, данный осциллограф, для исследования форм периодических электрических сигналов в диапазоне частот. У осциллографа S1-68 простая навигация. Наличие у осциллографа S1-68 множество функций, они усложняют управление. Мы видим здесь органы управления, все это предназначено для того, чтобы можно было использовать и проверять данное устройство, схемы для оперативного определения неисправности, уровня сигнала и прочих характеристик. Стандартное управление, как и во всех осциллографах, данный осциллограф является однолучевым, то есть у него один луч, соответственно один вход, вот он у нас, это у нас усиление по Y, это у нас длительность, синхронизация, тут у нас образцовый генератор 2 кГц, то есть при помощи него можно и откалибровать, и также подавать этот данный сигнал куда-то на другие потребители, на другие проверяемые устройства. Здесь у нас внешний вход, генератор, синхронизация ручка, вот у нас блокировка, а балансировка, это перемещение луча по вертикали, это по горизонтали у нас, сеть, развертка 1, а 0.2, фокус, яркость и освещение шкалы, то есть подсветка шкалы. Ну, из технических характеристик данного осциллографа, как я сказал, количество лучей 1, диапазон измеряемых напряжений от 2 милливольт до 200 вольт, диапазон измеряемых интервалов времени от 2 миллисекунд до 16 секунд, полоса пропускания от 0 до 1 мегагерц, частота сигнала калибровки меандр 2 кГц, вот оно у нас здесь, пилообразная у нас это идет форма сигнала, и напряжение сигнала калибровки 0.1 или 1 вольт, вот тут написано 100 милливольт, указано. Вот, ну, данный прибор полностью исправен в рабочем состоянии, открыл я крышку не для того, чтобы, как говорится, разбирать его или еще что-то. Вот, открыл я его не просто так, а чтобы узнать, как подключить шнур питания, так как шнур питания я не нашел, был утерян. Он, наверное, есть, но просто надо поискать его. Вот так вот он устроен внутри, это в пользу случаем показываю сразу, чтобы, как говорится, была возможность заглянуть внутрь. Ну, есть небольшое запыление, конечно. Вот, сейчас я повернул его вот так вот еще на другую часть, покажу вам. Вот так вот прибор выглядит с нижней части. Еще раз хочу повторить для тех, кто невнимательно слушает и смотрит данное видео не по разбору данного слографа на предмет драгметалла, а просто я показываю, ознакомливаю ребят, которые моложе призовом и которые еще не в теме, что это за прибор и как. Вот рассказываю, как это было устроено, что такое советский прибор, достоинство его. Ну, достоинство, конечно, то, что на протяжении 79 года данный прибор в строю, в хорошем строю и очень прекрасно работает. Так вот вся причина вскрытия была вот из-за этого. То есть у меня не было родного, я еще раз повторюсь, вытерян шнур и чтобы здесь ничто не портить, не ломать, я нашел разъем и, соответственно, перепаял его под данный осциллограф. Чтобы у нас можно было осциллограф подключить к сети и работать с ним, так как почему вся эта затея пошла. Есть определенная работа, привести в порядок магнитофон, магнитофон Вильма, которым я занимаюсь в данный момент. Есть необходимость снять кое-какие параметры, узнать где теряется сигнал. Сейчас я подключил к сети, сейчас я включу. Индикатор включения сети, неоновая лампа, собственно, включатель сети самой. Сейчас разогреется трубка. Так, куда-то у нас делся сигнал, сейчас мы его поищем. Ну вот подал генератор внутренне более-менее поймал сигнал. Вот таким образом вот у нас работает. Так, сейчас попробую все-таки вниз и вверх его немножко покрутить. Ну вот таким вот образом работает. Это у нас фокусировка, то есть мы фокусируем луч сам, можно добавить яркости, убавить. Вот эта подсветка у нас идет уже, подсветка экрана, самого шкалы, то есть вот эти вот. Ну не знаю, тут, по-моему, она у нас не работает. Вот. Вот такой был прибор, друзья, ослограф. Крышки имеются. Сейчас я буду устанавливать, закрою и уже буду работать данным прибором. Данный прибор мне подарил мой друг, так как у них на работе там была революция. Был большой субботник. Избавлялись от ненужных вещей. Среди них оказался вот этот замечательный ослограф С1-68. Я его, конечно, вырвал у них, чтобы он не передался в руки вандалов. Вот. Ну и вот в прекрасном состоянии прибор. И буду пытаться уже с ним работать, дальше настраивать аппаратуру. Всем удачи, друзья. Спасибо, что нашли время посмотреть. И до следующих видео.